Ну теперь надо нам какой-то фактор взять. Всё, свет. Мы выбираем свет. Начнём с него. Во-первых, первая новость. Какие существуют, ответьте, три спектра солнечного излучения? Ультрафиолетовая. Инфракрасная, видите. Которая мы, типа, в равенстве, да? Да. Видимый свет. Какое самое длинноволновое? Ультрафиолетовое. Инфракрасная. Самое длинноволновое излучение. Видимый свет. А это ультрафиолетовое. Ультрафиолетовая какая длина волны? Короткая. Короткая. Красная, да. Я тут всё закодировал в виде букв. Самое коротковолновое излучение. А у видного света, у видного света, это какая средняя длина волны? Да, от 290 нм до 700. Я вам хотел сказать пару поводов ультрафиолетового. Скажите, ультрафиолетовый, он заходит сейчас к нам сюда, вот попадает от солнца? А кто задерживает? То есть, это локольное стекло. Озоновый слой. Озоновый слой. Стекло тоже задерживает. Стекло тоже задерживает? Стекло никогда не заговоришь. Если ты выйдешь на солнце, ты будешь забирать? А, кстати, да. Кстати, да. А там что? На 700? На 700 это тепловое излучение, ТИ. ТИ, а вот вверху инфракрасное. То есть, это тепло. Ну, подождите, я вам ультрафиолетовый еще не все сказал. Видите, у них самые короткие волны из тех, которые я тут нарисовал. Ультрафиолетовые. Через что они не проходят еще, кроме стекла? Озонового слой. Ну, правильно. А еще? Мы озонового слой уже сказали. Еще бы. Через воду. Они не проходят вообще. Поэтому, когда не было озонового слоя, все где сидели? В воде прятались. Потому что это вот излучение вообще через воду не может пройти. Кстати, забыл сказать. До ультрафиолетового есть еще более короткое. Я его не написал здесь, но вообще-то я могу упомянуть. Что? Гамма-излучение. Да, рентгеновское. Бета-гамма-излучение. Это называется рентгеновское. Оно проходит через все. Понимаете? То есть, там такие частицы, есть такой мощный поток, что, ну, единственное, там не проходит через венец. Через алмаз. Вам не отображают. Ну, да, возможно. Там через некоторые не проходит, но это надо для себя одевать алмаз. Да, чтобы через вас не прошло. Или свинцовый халат какой-нибудь, когда вам, знаете, и делают зубов фотографии, одевают все такое свинцовое. Вот, что еще? Ультрафиолетовое, коротковолновое, мы сказали. А, а какие обеспечивают загар и витамин D? Ультрафиолетовые. Ультрафиолетовые и витамин D тоже они обеспечивают загар. Видимый свет зачем нужен, кроме, чтобы видеть? Для фотосинтеза растениям. Это главное для фотосинтеза, потому что мы это… Сейчас все животные хочу посмотреть, кто у нас там кроме… А, кальмары. Так, что еще здесь, где мы находимся? А, вот здесь вот, да? Да, тепловое излучение некоторые видят. Представляете? Да, змеи. Змеи и глубоководные кальмары. Это, конечно, нечто…